Проекты сегодняшних школьников уже завтра могут стать реальностью. В «Арене 2000» развернулась выставка форума «Будущие интеллектуальные лидеры России». Здесь зарождаются прорывы в медицине, научные открытия и планы городов будущего. Десятиклассники Сургута Евгений Туйменов продолжают проект, о котором только мечтал знаменитый изобретатель Никола Тесла. У меня глобальная идея передавать энергию на расстояние. Хочу объединить две работы лазера и трансформаторы Тесла. При этом можно будет с низкими потерями передавать энергию на расстояние. Свой проект школьник финансирует сам. Для этого приходится подрабатывать. Увидеть, а точнее услышать энергию будущего можно уже сегодня. Слышать и понимать помогает и это изобретение школьницы из Уфы. Перчатка распознает жесты людей с ограниченными возможностями слуха. Сейчас я могу продемонстрировать. Вот, то есть у меня в разогнутом положении нету слова. И когда я начинаю сгибать пальцы, у меня появляется слово «хэллоу». Этажом выше не школьники, а те, кто уже добился признания. Ученые, телевизионные звезды и деятели искусств проводят мастер-классы и делятся достижениями. В секции коммуникации будущего выступает телеведущий Валдис Пельш. Естественно, на шоумена обрушился шквал вопросов о том, как попасть на телевидение. С советом Валдис поделился, но предостерег. В платной системе обучения вы должны принести деньги, а потом мы вас выпустим и скажем, что вы гений. Ваня Урген вообще сынок в сравнении с вами, Пельш, как два сынка. Просто сейчас вы опередили в свое время как ведущий, на вас нет спроса. На самом деле самая большая ценность в работе ведущего – это без сомнения. Подобные выступления были и во всех тематических секциях – медицина, энергия, транспорт, пространство и общество будущего. В каждом направлении для интеллектуальной молодежи выступали профессионалы в своей отрасли. Я был на востоке, на Тибете, где говорят, для младреца каждый встречный учитель. Вот нужно учиться постоянно чему-то новому и приводить это в действие, в жизнь, в реальность. Завтра участники форума разъедутся по домам, но их проекты и достижения будут включены в базу данных одаренных школьников, где их смогут увидеть будущие работодатели и инвесторы. А еще на форуме есть вот такой фотоаппарат, и ребята могут привезти домой не только инновационные проекты и новые идеи, но и замечательные фотографии с новыми друзьями. Евгений Журавлев, Александр Широкий. День в событиях.